Друзья, приветствую! Вячеслав из Московской области прислал образцы масла Ravenol SSL 040 Сейчас я вскрою коробочку, покажу вам Образцы свежего, отработки, вот описание Автомобиля, условия эксплуатации Это 535 BMW GT Трехлитровый N55B30 Такой горяченький мотор С турбиной в развале блока, насколько я понимаю Описание автомобиля, условия эксплуатации, само масло Ну и непосредственно образцы Сейчас я создам эталон Обновлю спектр на ранее созданной болванке Вот, ну, учитывая то, что масло напау с большим количеством эстером Вот видно, по спектрограмме видно высокий эстеровый пик Поэтому значения здесь щелочного кислотного сдвинутся Так, примерно 3 десятые 3 десятые, я бы так оценил Это где-то в районе 6 до 6 процентов эстеров Причем это полиэстеры дорогие Они на другой немножко в частоте Так, длине волны Так, смотрите, 79 по противоизносным присадкам Не так много, но здесь их частично Значит, роль этих противоизносных присадок Выполняют эстеры Находящиеся в большом количестве Так, чуть меньше, чем, кстати, эстеров здесь Чем в мобиле 1 Там примерно 34 Ну, на 11 процентов примерно ниже Так, естественно, щелочное занижено Поэтому я выставляю заводские данные Десятку Это полнозольное А3Б4 масло Ну и также по аналогии с мобилом 1 Я выставлю кислотное Здесь, может быть, конечно, я чуть-чуть завысил 2 и 3 Но сильно на ресурс это как бы не влияет Кислотное сильно на ресурс не влияет Слишком небольшие значения Вот между дельтой небольшая Так, в общем-то все, сохраняю эталон Ну и можно проверять отработку Как я уже говорил, это BMW 535 ГТ Так, значит, мотор 306 сил Объем масла 6,5 литров Пробег 171 тысяча Пробег на масле 7 323 километра 220 моточасов 34 средняя скорость 14,7 расход Долита на 5 тысячах пол-литра масла И топливо 100-й Газпромнефть Ну и давайте посмотрим Смотрите, значит, противоизносных присадок 34 процента Ну, с турбинами это очень часто Значит, с турбомоторами Нитрование высокое Да, здесь видно что-то такое Тяжеловато мотор Обратите внимание на сажу 11 сотых Это очень высокая для бензина сажа Я не помню, была такая в бензиновом или нет То есть, здесь видно Неоптимально сгорает топливо Достаточно сильно выросло Кислотное 386 это на Больше чем на полторы единицы Для 220 моточасов Это очень много На мой взгляд Обычное Это, ну, процентов на 50 больше Ну, естественно Прибило Значит, щелочное 330 По воде нормально Воды даже меньше, чем в свежем Ну, горячий мотор Понятно, что он там выпаривает Все Здесь, возможно, на самом деле Вентиляция картерных газов Или прорыв газов Ну, учитывая расход масла Скорее всего, есть прорыв Вот Очень горячий мотор Что стоит отметить Вебаста установлена Имеется холодный термостат Установлен На более низкой температуре И включается Ну, как видно Не сильно помогает это Так, вот вязкость Видно разжижение Ну, оно такое Некритичное 26 на четверть Примерно Разжижено Хотя, с учетом Высокой средней скорости Ну, чуть многовато Форсунка, кстати Менялась год назад Форсунки Прошу прощения Так Не забывайте Отметить видео Подписаться Кто не подписался Нажимайте колокольчик Чтобы получать Уведомления о новых видео Ну, и сейчас Покажу вам ресурс И кое-какую еще Информацию озвучу Ну, смотрите Значит, нейтрование высокое 207 моточасов По прогнозу Моющие нейтрализующие Свойства 210 Ну, по вязкости Понятно Интересно Причем, что Бортовой компьютер У BMW Есть такая функция Кто не знает Делает прогноз По замене масла Так вот Рекомендации Бортового компьютера 280 моточасов Ну, здесь Видим Сильное расхождение Считайте Чуть ли не на 40% Сильное расхождение Видно, что масло Сильно Окисляется Высокая температура Видите, да 386 Кислотная Естественно Оно тянет за собой Щелочное Так Что еще Здесь какой момент Стоит отметить Холодный термостат Видимо Не сильно Помогает Я думаю Основная Конечно Убийственная Нагрузка Идет От турбины Скорее всего Ну, так Я предполагаю Возможно Я ошибаюсь Вот Что тут можно сказать И у меня Поделюсь Своими Наблюдениями У меня Такое впечатление Создается Что Масло Напау И с Эстерами Не очень Хорошо Переносит Горячие Моторы Как-то Оно Не оправдывает Себя в горячих Моторах Мне кажется То есть Эстеры Как правило Это такие Натуральные Там масла Часто Вот Я читал Статью Пишут Что масло Жоржоба Жирка Шелота Касторовое Масло Там вот Эти добавки Вот И Возможно Что они При температуре Быстрее Деградируют Чем Какие-то Другие Компоненты Ну Не знаю Мне так кажется Я вот Гляжу Что Такие Дорогие И Казалось бы Очень крепкие Масла В таких Горячих Моторах Не сильно Не сильно Там проявляют Свои Лучшие Качества Вот Здесь На канале Много Видео Есть Про Аналогичный Автомобиль Это 640 БМВ Тоже Такой Мотор Чуть Чуть Помощнее И там Тоже Очень Интересно Много Всяких Тестов Уже Делали И Тоже И расход Масла Есть Хотя Кстати Сейчас Там Катается Новус Не Угорает Прекрасно Себя Показывает Посмотрим Вскоре Что Он Покажет По Ресурсу Ну Вот Такая Картина К сожалению Обязательно Стоит Не знаю Что Это Какие-то Выводы Может Сделать По Пассаже Почему Так Не Оптимально Сгорает Топливо При Такой Достаточно Высокой Средней Скорости Вот Такой Получился Тест Благодарю Вячеславу За Предоставленные Образцы За Поддержку Канала Всех Кто Посмотрел Данное Видео Благодарю За Это Желаю Всем Удачи Здоровья Берегите Себя И Близких Всем Мира Увидимся В Следующих Видео Пока